всем привет в этом видео я покажу как связать такую теплую мериносовую юбку связана она у на 50 размер она на резинке на поясе связана кулиска и вставлена широкая резинка очень хорошо растягивается вязала я ее по прямой и затем на бедрах делала убавки центральный узор вязала просто без изменений все время по прямой убавки дело только в резинке двумя полотнами вязала передняя и задняя но также можно ее вязать по кругу я в мастер-классе показала как я вязала и рассказала и также рассказала как вязать ее по кругу юбка получилось очень теплая но она довольно тоненькая потому что пряжа тонкая и эластичная поэтому она не полнит очень хорошо сидит на фигуре вязала из пряжи merino gold мадам трикоте состав 60 процентов мериносовая шерсть 40 процентов акрил в 100 граммов 400 метров рекомендую спицы 4 4 с половиной но я изделие из такой пряжи вижу в том числе и эту юбку спицами номер два детали соединяла крючком два с половиной все размеры своей юбки я дальше показываю там видео длина у меня без пояса 52 сантиметра и на эту юбку у меня ушло всего 250 граммов пряжи а теперь я предлагаю вам посмотреть как я ее из зала так моя юбка состоит из двух полотен сначала я связала переднюю часть и затем заднюю переднюю часть я связала уже полностью начинала вязание снизу сейчас я все расскажу основные моменты покажу на бедрах идут убавки в конце связана резинка все это я буду показывать значит переднее полотнище уже резинка соединена осталось после сшивания вставить резинку задняя она отличается тем что она немного шире это я тоже все расскажу и здесь у меня еще не завершена сборка резинки я буду показывать на ней затем покажу как соединить и расскажу как вязать если вы захотите связать по кругу и так для того чтобы начать вязание нужно определиться сколько набирать петель для этого нужно связать образец в котором будет два узора это узор двусторонние соты и резинка два на два на моем канале есть видео по жакету с таким узором жакет фиолет я ссылочку оставлю там я также использовала этот узор и по бокам резинка здесь тоже сшитое изделие и я показывала уже в этом видео что я изменила вот такой узор который называется вафли то есть увеличила его в два раза и показывала его как вязать но сейчас я покажу так же как вязать здесь я вязала изнаночные классическим способом на юбке я вязала бабушкиным разницы здесь нет этот узор можно вязать и так и так значит сейчас в этот раз я набрала в специальной программе этот узор уже измененный мной и в конце видео я оставлю фотографию этого узора а также оставлю ссылку под видео на узор и так для образца я наберу и резинку и основной узор значит по схеме схема вот этого узора соты ширину составляет 8 петель высоту 12 рядов я для образца набираю по 9 петель резинки с каждой стороны и в центре наберу 3 раппорта по 8 петель 24 петли 2 кромочные и получается 44 петли я наберу я набрала 44 петли образец я буду вязать на другой пряжи потому что то тоненькая и темная плохо будет видно это пряжа для образца у меня ализе суперлана классик 100 граммах 280 метров цвет 95 295 также я буду использовать два маркера при вязании юбки я использовала также отделяла резинку от среднего узора этого можно не делать но так удобнее так 44 петли я набрала и вижу первый ряд он начинается сразу связывание узора кромочную снимаю провязываю в своем образце как я сказала 9 петель при этом на юбке я вязала резинку 2 на 2 начиная с одной лицевой а затем уже 2 на 2 потому что два полотна когда я их сошью 1 лицевая в начале и 1 лицевая в конце на втором полотне они сошьются и будут рядом две лицевые и так 1 лицевая и дальше начинаю 2 на 2 2 изнаночные это 3 петли резинки у меня 4 5 лицевые 6 7 изнаночные 8 9 лицевые вот 9 петель резинки дальше у меня три раппорта по 8 петель узора среднего двусторонние соты и начинается он вязание этого узора так 2 изнаночные петли 4 лицевых 1 2 3 4 2 изнаночных это 1 раппорт и повторяем 2 изнаночных 4 лицевых 2 изнаночных и третий раз 2 изнаночных 4 лицевых 2 изнаночных 3 раппорта я связала и в конце также провяжу 9 петель резинки начиная с 2 лицевых также как закончила с этой стороны двумя лицевыми 1 2 3 4 это изнаночные 5 6 лицевые 7 8 изнаночные и 9 1 лицевая начале ряда была одна лицевая заканчивается тоже 1 лицевой последняя кромочная изнаночной второй ряд и все четные ряды вяжутся по узору и в резинке и в основе в том узоре который идет в середине юбки все 9 петель резинки и дальше все петли как идут по узору видим лицевые вяжем лицевые видим изнаночные вяжем изнаночные 2 лицевые 4 изнаночные и так далее весь ряд по узору так в третьем ряду центральном узоре будут провязываться переплетения петель каждые четыре петли перекрещиваются меняются местами и провязываются также по узору сначала с наклоном вправо потом с наклоном влево затем опять с наклоном вправо и с наклоном влево и так третий ряд резинку провязываем все время одинаково кромочную снимаю 9 петель резинки 3 4 5 6 7 8 9 здесь все без изменений провязываем и перехожу на вязание центрального узора перекрещиваю 4 петли с наклоном вправо для этого нить перевожу перед работой и за работой снимаю 2 изнаночные петли на правую спицу не провязывая затем провязываю 2 лицевые петли завожу левую спицу за работу и подхватываю эти две непровязанные петли затем снимаю правую спицу с правой спицы снимаю все 4 петли и две провязанные возвращаю на спицу а эти две не провязаны они так и остались на левой спице и теперь я их провязываю изнаночными следующие 4 петли мне нужно перекрестись наклоном влево первые две петли лицевые я снимаю их перед работой рабочая нить за работой снимаю на правую спицу не провязывая затем 2 изнаночные провязываю теперь левой спицы перед работой подхватываете 2 лицевые петли не провязанные с правой спицы снимаю все 4 и 2 провязанные возвращаю на правую спицу то есть меняю их местами и провязываю эти две лицевые петли это один раппорт и повторяю дальше идут изнаночные петли их снимаю за работой нить перед работой и так всегда изнаночные на протяжении всего узора снимаются за работой лицевые перед работой значит 2 изнаночные за работой сняла 2 лицевые провязала за работой 2 изнаночные перенесла на левую спицу с правой спицы 4 все петли сняла и 2 вернула на спицу и провязываете 2 изнаночные петли перекрестила 4 петли с наклоном вправо следующие 4 опять с наклоном влево это лицевые петли они снимаются перед работой 2 изнаночные провязываю перед работой переношу на левую спицу снятые не провязанные 2 лицевые справа спицы снимаю все 4 2 провязанные петли возвращаю на правую спицу и теперь провязываю 2 лицевые которые были сняты еще один раз провязал аэропорт и третий раз 2 изнаночные снимаю за работой 2 лицевые провязываю за работой переношу на левую спицу снятые петли а на правую провязаны и провязываю 2 изнаночные петли которые были сняты осталось 4 петли перекрестить с наклоном влево 2 лицевые снимаю перед работой 2 изнаночные провязываю перед работой переношу на левую спицу 2 лицевые снимаю все 4 2 провязанные возвращаю на правую спицу и провязываю лицевые все все три раппорта провязаны осталось резинка 2 лицевые 2 изнаночные так 9 петель заканчивая 1 изнаночной кромочная изнаночной третий ряд провязан четвертый ряд все петли по узору так пятый ряд я провязала петли резинки теперь 5 6 7 и 8 ряды также провязываются все петли по узору без изменений я провязала вот резинку хочу показать что теперь основной узор у нас если в первом ряду он начинался с двух лицевых так как мы предыдущем в третьем ряду петли перекрестили теперь он начинается с двух лицевых начинался с двух изнаночных теперь начинается двух лицевых и дальше 4 изнаночные 4 лицевые тогда как то есть все петли провязываются по узору здесь 12 рядов раппорта и перекрещивания петель в узоре только в третьем и в девятом ряду все остальные ряды раппорта провязываются по узору как смотрят петли вот я заканчиваю заканчивается он теперь тоже двумя лицевыми когда в девятом ряду я перекрещу петли опять начнет опять в начале и в конце среднего узора будут изнаночные петли это понятно мы меняем петли местами и тем самым изменяются они дальше довязываю резинку в резинке нет изменений никаких и так провяжу сейчас 5 5 провязала 6 7 и 8 также по узору провязываю 9 покажу так 9 ряд кромочную снимаю провязываю все петли резинки 9 у меня три ну их можно не считать для этого и маркерами пользуюсь и теперь средний узор снова перекрещивания петель только теперь сначала с наклоном влево а затем уже с наклоном вправо на левой спице первые петли лицевые значит их снимаю перед работой нить за работой 2 изнаночные провязываю перед работой на левую спицу переношу 2 лицевые 4 петли снимаю с правой спицы и 2 провязанные возвращаю на правую спицу провязываю 2 лицевые петли перекрестила 4 петли с наклоном влево следующие 4 петли перекрестить с наклоном вправо на левой спице первые петли изнаночные значит их снимаю за работой не перед работой 2 лицевые левой спицы за работой подхватываю 2 снятые петли 4 петли снимаем с правой спицы и 2 провязанные возвращаю на правую спицу провязываю 2 изнаночные повторяю 2 лицевые снимаю перед работой 2 изнаночные перед работой переношу на левую спицу снятые петли а на правую возвращаю провязанные 2 лицевые снятые петли провязываю лицевыми дальше 2 изнаночные снимаю за работой 2 лицевые провязываю за работой на левую спицу переношу снятые петли на правую провязаны снятые петли провязываю изнаночными дальше 2 лицевые снимаю перед работой 2 изнаночные провязываю перед работой переношу на левую спицу 2 лицевые на правую 2 провязанные провязываю 2 лицевые и последние 4 петли 2 изнаночные снимаю за работой провязываю 2 лицевые ли на левую спицу за работой переношу снятые петли все четыре снимаю и 2 провязанные возвращаю провязываю 2 изнаночные петли всего три раппорта я провязала дальше резинка это девятый ряд в котором второй раз в этом раппорте раппорте были перекрещивания то есть в третьем и в девятом перекрещиванием перекрещиваем петли остальные ряды провязываем по узору теперь 10 11 и 12 ряд провязываем по узору так я провязала все 12 рядов раппорта и дальше узор повторяется с первого ряда в первом ряду и во втором еще провязывается без перекрещивания в третьем опять перекрещивания так как я показала потом опять 4 5 6 7 8 без перекрещивания в девятом перекрещивания и так повторяете средний узор на протяжении всей юбки без изменений резинка вяжется также без изменений до момента убавок но это я сейчас все покажу сначала нужно рассчитать петли сколько набирать вам нужно посчитать плотность узора резинки и плотность узора среднего узора отдельно как рассчитывала я и так я делала расчет на объем бедер 102 сантиметра на свободу облегания я оставила всего один сантиметр добавила вернее потому что я хочу чтобы юбка облегала не было слишком свободно если хотите более свободную юбку значит прибавляете больше и того у меня получилось что мне нужно по кругу чтобы было был ширина юбки было всего сто три сантиметра так как я вяжу две части я разделила так что передняя часть у меня будет чуть меньше задняя шире на первую на переднюю часть я оставила 50 сантиметров и на заднюю 53 сантиметра чтобы швы немножко не уходили назад и так моем образце в образце соты в 25 сантиметров 10 раппортов резинка 2 на 2 18 петель равны 6 и 7 сантиметров вы измеряете свои образцы я образец в этот раз не вязала потому что у меня уже был образец мой жакет фиолет и я по нему посмотрела сколько у меня раппорта помещается в 25 сантиметрах почему именно в 25 сантиметрах я разделила так узор что по центру у меня будет как я сказала передняя часть сначала я делаю расчеты на переднюю часть передняя часть у меня будет 50 сантиметров снизу средняя будет 25 и резинка будет 25 но резинка будет разделена пополам то есть средняя 25 и резинка пополам 12 по 12 с половиной сантиметра и так определилось что у меня в среднем узоре 10 раппортах теперь как рассчитать резинку резинки как я сказала у меня 18 петель 6 и 7 сантиметров и я рассчитала сколько мне всего петель нужно на 25 сантиметров резинки для этого я 18 петель делю на 6 7 и умножаю на 25 у меня получилось 67 и 1 я округлила до числа которое можно разделить 66 так как у меня две части резинки разделила их пополам получилось что по 33 петли у меня с каждой стороны будет и набирала так на юбку кромочная 33 петли резинки затем 10 рапортов узора соты это у меня 80 петель опять 33 петли резинки и кромочная все всего у меня получилось на переднюю часть 148 петель дальше так я вязала ровное полотно на высоту 39 сантиметров так как я определилась что мне высота юбки до пояса нужно 52 сантиметра вы свои значения сюда подставляете на бедрах я буду делать убавки на высоту 13 сантиметров вот таким образом я определилась для себя что на пояс у меня останется 44 сантиметра небольшие будут убавки этого будет недостаточно и так рассчитала сколько мне нужно убавить петель с учетом для того чтобы у меня здесь получилось 44 сантиметра от 50 сантиметров начальных я отнимаю 44 сантиметра которая должна получить и у меня получилось что мне нужно убавить 6 сантиметров так как убавки я буду делать только по бокам и средний узор в этом участвовать не будет значит мне нужно рассчитать сколько 6 сантиметров резинки для этого я 18 петель по своему образцу делю на 6 7 и умножаю на 6 сантиметров у меня получилось 16 1 округляю до 16 делю также на 2 так как с двух сторон будут убавки у меня получается что с каждой стороны мне нужно убавить по 8 петель так как высоту у меня 13 сантиметров то расстояние за которое мне нужно убавить эти по 8 петель с каждой стороны мне нужно выяснить также сколько в этом в этой высоте рядов я рид я считал аэропортами у меня получилось по моему образцу что в этой высоте 13 сантиметров у меня четыре рапорта высоту по 12 рядов я разделила 8 петель которые мне нужно убавить с каждой стороны на эти четыре рапорта и получилось что мне в каждом рапорте из четырех нужно убавить по две петли то есть это получается если считать по рядам то получается что в каждом шестом ряду я делала убавки так теперь по рядам значит как я сказала набрала сто сорок восемь петель и вязала ровно до момента убавок всего у меня получилось 39 сантиметров у меня получилось 144 ряда вот эта часть у меня ровно 144 ряда дальше 3 в 13 сантиметров которые были с убавками у меня я провязала 4 рапорта это сорок восемь рядов и убавляла здесь как я сказала в каждом шестом ряду по одной петле с каждой стороны всего 8 убавок убавка когда я убавила петли у меня на спицах к этому моменту осталось 132 петли и длина была уже 52 сантиметра так дальше про пояс сейчас попозже я расскажу покажу на своем полотне значит как рассчитать на вторую часть я определилась что у меня задняя часть будет на 3 сантиметра шире также я средний узор не уже не считаю потому что он не будет участвовать в этом по задней части также идет 25 сантиметров среднего узора а резинки будет больше на 3 сантиметра я посчитала по своему образцу 18 разделила на 6 и 7 и умножила на 3 сантиметра у меня получилось что это 8 петель значит задняя часть у меня должна быть на 8 петель шире и як 148 петля передней части прибавила 8 петель и получилось что мне на заднюю часть нужно набирать 156 петель это также кромочная затем 37 у меня получилось петель резинки также 80 петель среднего узора 37 петель резинки и кромочная то есть по 4 петли на резинку резинка будет на 4 петли с каждой стороны шире на задней части убавки точно так же делала в тех же самых рядах все точно так же разница только в ширине также провязала столько же 144 ряда и затем 48 рядов с убавками также убавила 8 петель и пришла к поясу вот теперь покажу на самом полотне по краям резинка центре 80 петель узора вязала до убавок вот здесь у меня начались убавки убавляла убавляла и пришла к поясу перед тем как перейти на пояс я провязала два ряда платочной вязки то есть один ряд я провязала лицевыми и по изнаночной стороне также провязала лицевыми петлями и при этом в среднем узоре я убавила еще две петли провязала по 2 вместе в начале узора и в конце вместе в конце две петли вместе провязала это для того чтобы потом у меня резинка она совпала так как количество петель резинки должно делиться на 4 если бы я здесь не убавила две петли то у меня потом не сошлись бы эти полоски было бы не так красиво поэтому я и на передней части и на задней части в платочной вязке в рядах вот этой платочной вязки я убавила здесь две петли в начале узора и здесь две петли провязала вместе дальше провязала 10 рядов резинки 2 на 2 начинала также с одной лицевой затем 2 изнаночные 2 лицевые и так далее так как я показывала сейчас на узоре провязала эти 10 рядов оставила их на спицы открытыми затем когда я провязывала вот эту плату ряды платочной вязки два ряда на обратной стороне образовывается вот такой рубчик и на этот рубчик я набрала такое же количество петель как это делать я сейчас покажу на образце набрала такое же количество петель как уже есть на спицах провязала также 10 рядов резинки и сейчас я буду вам показывать как соединить эту резинку два полотна вместе чтобы осталось место для резинки куда вставлять резинку сначала я сейчас на образце покажу как я делала боковые убавки когда вы довязали свое полотно ровно на ту высоту которая вам нужна моем случае это было 144 ряда 39 сантиметров и перехожу на убавки убавляла так первую кромочную снимала первая у меня лицевая была провязана от резинки и и я так и продолжала провязывать она не участвовала в убавках и после нее следующие две петли я провязывала вместе все дальше провязываю все как положено по узору до конца ряда здесь у меня в образце провязала 12 рядов сейчас у меня первый ряд он тоже идет без убавок поэтому я его сейчас быстренько довяжу до конца и так в каждом шестом ряду по 2 петли провязывала вместе без учета 2 петли и предпоследней петли эти петли провязывала все время по лицевой стороне лицевой по изнаночной изнаночной вот я перехожу на резинку в конце ряда и когда у меня на спицах останется 4 петли в конце ряда 4 петли остается 2 провязываю вместе пас предпоследнюю провязываю лицевой и последняя изнаночной в изнаночных рядах никаких убавок не делаю делаю только в лицевых рядах каждый через каждые 6 рядов в каждом шестом ряду и так 8 раз я убавила все когда вы провязали все ряды высоту моем случае это 144 как я сказала и 48 рядов с убавками переходите на платочную вязку 2 ряда просто все петли кромочные снимаю и все петли и резинки и среднего узора я провязываю лицевыми вот сейчас я провяжу я уже маркера сняла 2 4 6 8 9 вот я провязала и там где у меня идет узор как я сказала я провязала просто по 2 петли вместе лицевой начале этого узора и потом в конце узора провязала все петли лицевыми и перед резинкой в конце ряда 2 4 6 8 9 я также провязала 2 петли вместе лицевой и затем провязала резинку тоже лицевыми и таким образом убавила две петли в среднем узоре и когда потом после платочной вязки я провязывала петли резинки 2 на 2 у меня совпал узор и с этой стороны и с этой над лицевыми были лицевые над изнаночными изнаночные если не убавить эти две петли то в конце ряда узор будет смещен именно для этого я убавила и также изнаночный ряд все петли лицевые так я провязала 2 ряда и затем сразу же перешла на резинку 2 на 2 и на резинку как я сказала я перешла также как вязала основное полотно то есть с одной лицевой сейчас я уже довяжу 1 лицевая после кромочной затем 2 изнаночные 2 лицевые и так далее и уже по всему полотну вязала только резинку высота этой резинки зависит от того какой ширины то резинка которую вы будете вставлять в пояс и так вот я провязала 2 ряда и перехожу на резинку кромочную снимаю также первую петлю провязываю лицевой дальше 2 изнаночные 2 лицевые и пошла до конца в конце у меня тоже будет одна лицевая петля и так провязала я 10 рядов свои резинки сейчас я несколько рядов провяжу чтобы показать как набрать резинку с обратной стороны я провязала несколько рядов резинки и теперь это лицевая у меня сторона по изнаночной стороне петли оставляем на этой спице а по изнаночной стороне вот в эту дорожку набираем такое же количество петель какое на спицах набирать можно нужно взять значит другую спицу в любую из дорожек здесь идет 2 верхняя и нижняя потом верхняя и нижняя платочной вязки верхняя нижняя я набирала во все верхние можно вот так пополам сложить вязание и будет видно вот следующее вот потом нижнюю вот эту пропускаем следующая нижнюю пропускаем верхние и просто без нити вот так набираю вот эти вот пропускаю нижние так и вот эти верхние кресли пополам вот так сложить то их видно по всей ширине пояса набираю эти петли потом пересчитайте если петель больше то в первом ряду можно убавить если случайно набрали больше если меньше то соответственно добавить количество петель должно быть точно таким потому что закрывать соединять два полотна резинки я буду по открытым петлям поэтому количество петель должно быть одинаковым вот так набираем пересчитываем все вот они набраны и по ним же начиная с лицевой стороны продолжаете вязать вернее начинаете вязать резинку столько же рядов сколько провязали с этой стороны или этой же нитью ее можно просто перевести крючком соединительными столбиками сюда или берете другую нить и сразу же также по лицевой стороне провязываете точно также резинку в таком же порядке сейчас уже не буду протягивать нить кромочную снимаете как там была лицевая и 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и так далее то есть сначала их надели на спицу и потом уже только берете нить и провязываете так удобнее чем начинать вязать сразу нитью и получится два полотна вот так как получилось у меня это изнаночная сторона это та резинка которую я набирала и это по лицевой стороне то которую я вязала когда вязала полотно такой способ позволяет юбки легко растягиваться и вы свободно сможете ее надеть и теперь нужно соединить эти два полотна закрыть резинку чтобы она была полой чтобы иметь возможность потом ставить резинку в пояс соединяем следующим образом подтягиваем петли на обе спицы и начинаем закрывать петли одновременно с обоих спиц тем самым закрывая ряд первую петлю закрываю так петлю с дальней спицы снимаю на правую спицу то на которой рабочая нить а петлю первую с первой спицы с ближней провязываю лицевой снимаю ее со спицы и теперь дальней спицей протягиваю одну через другую на правой спице одна петля остается и дальше я буду закрывать петли эластичным способом с помощью накидах для того чтобы юбка в конце была тоже эластична петли закрываю так если идет лицевая петля который мне нужно закрыть она будет одинаковой на этой на этой спице так как я так вязала если лицевая петля то я делаю на правую спицу накид к себе сделала накид затем подхватываю первую петлю с первой спицы затем первую петлю со второй спицы и провязываю их вместе лицевой эти обе петли с обоих спиц я снимаю на правой спице 3 петли и подхватываю сначала накид протягиваю его через первую петлю затем дальнюю петлю протягиваю через первую петлю опять осталась одна петля дальше у меня по узору идут изнаночные петли если я закрываю изнаночную петлю то накид на правую спицу я делаю от себя то есть вот так от себя сделала накид теперь рабочую не перевожу вперед если это изнаночные и подхватываю сначала петлю со второй спицы с дальней затем с первой спицы с ближней и провязываю их вместе изнаночной также снимая их обе со спиц на правой спице 3 петли подхватываю сначала накид протягиваю через первую петлю затем дальнюю петлю протягиваю через первую петлю опять осталась одна петля изнаночной мы закрыли дальше идет опять изнаночная петля значит делаем накид от себя рабочую нить вперед сначала подхватываю петлю с дальней спицы затем с первой спицы провязываю вместе изнаночной снимаю обе петли 3 петли на правой спице закрываю также сначала протягиваю через накид потом через дальнюю петлю через вторую на спице остается опять одна петля дальше по узору идут лицевые петли значит опять делаю накид к себе накид к себе рабочая нить за работой подхватываю сначала петлю с первой спицы затем петлю со второй спицы и провязываю их лицевой петлей вместе обе петли со спиц снимаю 3 петли на правой спице также закрываю сначала протягиваю через накид первую спицу затем через дальнюю петлю осталась одна петля и продолжаю вторая лицевая петля у меня значит я делаю накид к себе подхватываю эту первую петлю затем со второй спицы первую петлю и провязываю вместе лицевой петлей снимаю со спицы и закрываю эти три петли сначала накид набрасываю на первую петлю затем вторую петлю на первую опять осталась одна петля и так продолжая дальше по узору у меня идут опять 2 изнаночные петли значит их закрываю как изнаночные еще раз покажу накид от себя рабочая нить перед работой сначала подхватываю петлю с дальней спицы петлю с ближней спицы затем с первой спицы и провязываю их вместе изнаночной обе петли провязанные снимаю на правую спицу протягиваю накид через первую петлю затем дальнюю петлю через первую осталась одна петля еще раз закрывая изнаночную петлю значит накид от себя рабочая нить перед работой подхватываю петлю с дальней спицы петлю с ближней спицы провязываю изнаночной 2 петли снимаю со спицы провязанные протягиваю через накид и через вторую петлю одна петля осталась еще раз покажу лицевые если лицевые то накид к себе рабочая нить за работой сначала беру первую с первой спицы петлю затем со второй спицы петлю провязываю вместе лицевой снимаю и протягиваю через накид и через вторую петлю одна осталась еще раз лицевая накид к себе с первой спицы лицевая со второй спицы лицевая провязываю вместе лицевой снимаю провязанные петли накид набрасываю на первую петлю вторую петлю на первую петлю одна осталась и таким образом ряд который закрывается будет выглядеть вот таким такой волной дальше идут изнаночные и также точно накид от себя и так далее таким образом этот край будет эластичным как у меня на второй стороне на второй вернее на втором полотне вот я закрыла он получается очень эластичную эту юбку можно будет надевать через ноги затем сюда будет вставляться резинка сейчас я закрою все петли на второй стороне до конца здесь я оставила нить чтобы потом соединить полотно этой же нитью не обрывала сейчас я закрою покажу как соединить два полотна так когда закрыты оба полотна их нужно сложить лицевыми сторонами друг другу и соединить по боковой части соединять буду с помощью крючка крючок взяла два с половиной и по кромочным петлям буду соединять для того чтобы не ошибиться можно отметить маркером кромочную возле вот этого ряда где платочная вязка была отметить и вторую кромочную с этой стороны точно также вот ряд платочной вязки и напротив кромочную по резинке было провязано 10 рядов значит должно быть 5 кромочных один два три 4 5 пятую кромочную ввожу крючок и с этой стороны со второй пришиваем только внутренние части резинки вот это внешняя которая с этой стороны и внешние с этой стороны и и не трогаем сюда потом будет вставляться резинка сшиваем только те которые друг ближе к друг другу вот вот так чтобы осталось здесь резинка и здесь резинка вот эту нить которой закончила вязание можно протянуть сюда соединить и с этой же кромочной начинаю соединять полотно подхватывая одну кромочную с этого полотна здесь также отсчитываю пятую кромочную от маркера и ввожу крючок в нее подобие стеночки протягиваю нить делаю соединительный столбик и так затем подхватываю каждую кромочную на полотне которая друг другу за обе стеночки до маркера соединяем так 2 вытягиваю нить протягиваю через предыдущую 3 кромочная вытягиваю нить протягиваю через предыдущую 4 вытягиваю нить протягиваю через предыдущую и 5 проверяйте чтобы у вас не захватились это полотно чтобы не захватилась когда вот так соединим здесь потом будет отверстие для того чтобы вставить резинку теперь переходим уже на сшивание обоих полотен вводим крючок в ту кромочную которые отметили маркер можно убрать и также подхватывая за обе стеночки эти кромочные начинаю соединять одну кромочную с этой стороны вторую кромочную одну вернее с этой стороны вытягиваю нить протягиваю через предыдущую не затягивая и так по одной кромочной с каждой стороны соединительными столбиками соединяя полотно до конца 1 отсюда 1 отсюда так за обе стеночки протягиваю нить и через предыдущую и тяните растягивайте так чтобы длина этой косички была такая же как кромочная чтобы полотно не стянулась одно отсюда одно отсюда провязываем когда я вязала я нить не обрывала и на первом полотне и на втором и теперь этой же нитью с этой стороны у меня тоже осталось рабочая нить эту сторону точно также соединяю по резинке только ближние друг другу стенки и затем уже соединяю полотно время от времени через несколько провязали немножко подтяните смотрите чтобы не стягивала получается очень аккуратный шов так я соединила оба полотна внутри шов видно а снаружи нет и мне осталось вставить резинку у меня резинка вот такая ширина ее 2 сантиметра получившиеся кулиску просто вставляю резинку протягиваю полностью через всю кулиску и примеряя на себя отрезаю лишнюю длину и сшиваю и на этом юбка будет готова стирать юбку я буду в стиральной машине я из и из такой же пряжи жакет фиолет который вязала я тоже его стирала в стиральной машине при 30 градусах и все с ним хорошо поэтому ее тоже буду стирать в стиральной машине все теперь расскажу коротко как связать такую юбку если вы хотите связать ее по кругу не двумя полотнами здесь все то же самое вяжется также здесь изнаночные ряды ряды вязала по узору там изнаночные ряды они будут тоже вязаться по лицевой стороне они тоже будут вязаться просто по узору то есть четные ряды вяжутся по узору все остальное также набирать нужно сразу петли все и передние и задние части я если бы вязала по кругу я начинала бы с боковой части вот отсюда и набирала набрала бы все петли с плюсовав петли передай петли задней части и провязывала бы так вот у меня было здесь на передней части 33 петли резинки я бы отсюда и начала бы вязать 33 петли резинки 80 петель узора 33 петли резинки потом 37 сразу петель резинки вместе это 70 до получается подряд 70 петель резинки затем опять 80 петель соты и 33 37 вернее уже начале было 33 в конце 37 петель резинки это тоже самое получается что делала я только без шва дальше все точно также вяжите вяжите до момента убавления когда довязали до до убавлений также точно выделяете 2 петли лицевые и в стороны от них убавляете по 2 петли по 2 петли вместе провязываете в начале перед двумя петлями лицевыми и после этих петель провязать по 2 петли вместе такое же количество раз и так со второй стороны тоже то есть двух сторон нужно отметить эти петли отсчитать если по моим петлям отсюда 33 петли резинки и отсюда 33 петли резинки и две петли отметить лицевые по краям от них делать убавки все остальное точно также также провязываете потом два ряда платочной вязки то есть один ряд будет по кругу если вязать лицевыми петлями 2 будет изнаночными петлями потом также 10 петель резинки также по внутренней части набрать вторую резинку для кулиски провязать и закрыть полностью весь ряд и вставить резинку полотно получилось очень эластичным и мягким а юбка очень теплая но это все я показала основные моменты вязания такой юбки если вам понравилось свяжите тоже себе такую юбку если остались вопросы задавайте в комментариях отвечу всем на этом все большое спасибо за просмотр и до новых видео то есть за просмотр и чудо